Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я вернусь немножко в прошлое. Какое-то время назад я опубликовал скетч простого осциллографа, ну, с позволения сказать, на основе виолета экрана этой оси шины 128 на 64, на какой-нибудь там, ну, в моем случае это была Arduino Pro Mini. Вот, а сегодня меня спросили, подойдет ли этот скетч на 168 от Mega, а не на результат с 8. Ну, в общем-то, вопрос странный. Действительно, выбираем плату на 168 от Mega и пытаемся скомпилировать, смотрим, что у нас происходит. Вот. Ну и для себя я, в общем-то, тоже решил посмотреть, что же делать, если у нас, например, 168 от Mega и такой же скетч. И об этом, собственно говоря, наше сегодняшнее видео. Значит, если мы возьмем код того осциллоскопа, который был в видео, вот, то, откомпилировав его под... Ну, у меня нет Pro Mini 168, у меня есть Nano 168. Вот, мы видим, что если в флеш мы еще и влезаем, то оперативной памяти мы съели 92% почти всего. Это довольно опасное явление, то есть с некой вероятностью стабильности работы у нас может не быть. Вот. Это, в общем, никуда не годится. Поэтому, собственно говоря, мы перейдем к плану B. А план B у нас такой. Есть замечательная библиотека U8G. Ну и, собственно, и во второй версии U8G 2. Под видео будет ссылка на GitHub. Вот. Но она на самом деле у Arduino поддерживается и в штатном репозитории. То есть мы входим в библиотечный менеджер, набираем здесь U8G. Вот. И видим эту библиотеку. Ну, вот старая версия первая, и вот новая версия вторая. Значит, давайте мы ее установим. Прекрасно. В вики на странице GitHub этой библиотеки есть все, как с ней работать. Вот. Почитайте, кому это будет интересно. Схема у нее работы, конечно, от Adafruit отличается, но зато и требования к ресурсам у нее значительно более скромные. Вот. Я переписал скетч для ее использования. И более того, поскольку эта библиотека поддерживает довольно большое количество монохромных экранов, в том числе Nokia на 84, на сколько там, 48, то появилась возможность собрать такой скетч, в том числе и на этом экране. Хотя, конечно, экран мерзлась по сравнению с OLED. Сейчас сами все увидите. Он и маленький, и слепой, и вообще. В комментариях указано, как подключать экран, в частности. Все куда. Вот. Здесь в самом скетче есть два Define. Один из них должен быть закомментарен. То есть, если мы раскомментируем Define Use PCD8544, то будем использовать Nokia-экран. Если раскомментируем SSD 1306, то это будет i2C OLED-экран такой вот. Мы потом к нему вернемся. Вот. Второй Define должен быть закомментирован. Если оба, то система вам рубнется. Один, значит, подключается по SPI-интерфейсу. Более того, как бы скетч сейчас настроен на подключение к аппаратным SPI, то есть T11-D13. MOSI и CLK SPI-интерфейсу используются. И 8, 9, 10 используются уже, соответственно. Ну, здесь могут быть любые ноги, но тогда вы должны в коде поправить вызов конструктором. Код сам претерпел незначительные изменения, но главным образом они связаны с тем, что неадофрутовская библиотека имеет несколько другие вызовы. Например, здесь нету прочертить линию от предыдущей точки, поэтому линии мы рисуем каждый раз полностью по двум точкам. Начало и конец. Но это, в общем-то, ерунда. Все остальное, в общем-то, так же. Итак, у меня выбрана плата Arduino Nano на процессоре от Mega 168P. У меня OptiBoot залит, Bootloader. Вот, сейчас тут намка. Подключен дисплей. Rotary Encoder. Собственно, все. У меня дисплей работает от 5 вольт. Несмотря на нового, еще раз говорю, то есть, как бы, обычно они должны от 3,3 вольт работать. Подсветка может от 5 работать. Поэтому сначала подключить на 3,3. Если не будет работать, тогда, как бы, подключите на 5. Я уже, на самом деле, думал, что сжег экран. Вот, пока не перешел на 5 вольт, и он у меня не завелся. Потому что никаких стабилизаторов у меня нет на плате. И, собственно говоря, ну, вот такой экран. Но, еще раз говорю, вы начинайте эксперименты с 3,3 вольта. И подсветку тоже, как бы, на 3,3 вольт сначала подключить. Если будет мигать, тогда, значит, она все-таки 5 вольт требует. Как и в моем случае. Значит, Sketch, еще раз говорю, менять ничего не придется. Только вы один Define комментируете, другой Define раз комментируете. И подключаете все оборудование согласно комментариям в самом начале. Итак, давайте мы посмотрим, как все это дело работает. Я отключил сейчас подсветку, чтобы было лучше видно на самом деле. Вот этот экран, на самом деле, конечно, очень юркий. Ну, можно, наверное, подсветку-то вернуть. Где там у нас 5 вольт-то? Нет, совсем вам ничего не будет видно. Вот, в принципе, все работает, как бы, но недостаток в том, что 84 точки по горизонтали – это мало. В итоге отчеты маленькие, получается, и он еще и отрисовывается с неким таким помигиванием. Вы это, в принципе, на видео не увидите, но поверьте. Но задача была не в этом. То есть мы, в общем-то, на этом убожестве смогли собрать тот же скетч, запустить. Так, хорошо. Значит, переходим давайте к тому, ради чего все это началось. Я сейчас быстренько все разберу и подключу другой экран. Вот. До встречи через пару минут. Так. Включаем это безобразие. Комментируем второй Define. Раз комментируем Define с SSD 1306. Больше ничего не делаем. Заливаем скетч. А, теперь, да, самое важное. Давайте посмотрим на то, что компилятор нам пишет. Итак, там у нас памяти было почти килобайт, 900 с лишним байт. Соответственно, 92%. Вот. Сейчас. Так, оперативки у нас. Скетч сам 10 килобайт из 16. Оперативной памяти 733, то есть 71%. Остается достаточно много, то есть за стеки, в общем-то, особо можно не волноваться. Ну, и как мы видим, все это у нас работает. Ой, не в ту сторону. Единственный глюк у 168, когда все нули в системе управления дивайдером ADC, то вот он в прямую линию все превращается. Вот этого не должно на самом деле быть, потому что поеда-то шито это, в общем-то, ну, делитель дробь-два, это нормально. Ну, бог с ним. Как бы все остальное работает. Вот, в принципе, библиотека весит меньше, как бы удобство работы, ну, приемлемое и так далее. То есть, в принципе, задача решена. Жаль, конечно, что мне приходится за людей других все это делать, когда могли бы сами поковыряться. Ну, что, в общем-то, такого неподъемного там нет. Ну, да ладно. Вот, код скетча будет под видео, ссылка на библиотеку под видео. Надеюсь, это было полезно. Всем всего наилучшего. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok